Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу передачу Тайны Вечной Книги, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы прошли большую часть главы ИТРО, все узнали про ИТРО, начали сейчас изучать заповеди, и мы сейчас на шестой заповеди. Шестая заповедь, она звучит так. Не прелюбодействуй. Да. То есть, прелюбодением называется, когда ты используешь не свое личное, собственное, исправленное желание. То есть, берешь другое, чужое и к себе его. Ну, это не чужое, чужих желаний нет, в общем-то, потому что весь мир – это ты, это твоя аппликация. И поэтому просто неправильное использование желания, оно называется прелюбодением. То есть, это не твоя женщина, не твое желание, неправильное. Ты должен правильно выбрать, с каждым своим желанием ты должен обручиться, жениться, соединиться, слиться, совокупиться. Жить с ним, да? Да, и родить на него следующее состояние. Это когда приходит свет и наполняет это. Это мое желание, да, называется. Да, то есть, мужская часть – это экран, это намерение отдачи, женская часть – это желание, желание получить. Получение ради отдачи, оно является правильным применением желания, правильной его реализацией. И… Может, тогда глупый вопрос, почему тогда одна жена у человека? Нет, не одна. Сколько у человека возникает каждую минуту новых желаний, каждую минуту… Он обручается с ним. Он, да, но это постоянно. И он другой, и желания другие. И жена его другая. То есть, то, что мы в нашем мире видим 7 миллиардов различных людей, или 3 миллиарда пар, или еще как-нибудь, это все на самом деле внутри одного человека, как постоянно сменяющиеся друг друга желания и их экраны. Это красиво. Да? Да, очень. То есть, в итоге, получается, человек именно суммарный, интегральный такой элемент, содержащий в себе абсолютно все человечество. А все человечество, то, что мы видим, это просто вот такое вот изображение… Сменяющихся желаний. Снимок, да. Слепок, как бы, с наших внутренних состояний. Сменяющихся постоянно, да? Да. То есть, я переживаю в течение, допустим, своего периода исправления 3 миллиарда состояний, и поэтому я вижу вне себя 6 миллиардов пар. Грубо говоря. Ну, вот и все. Это интересно. Можно подобраться, наверное, вот так, можно подобраться к объяснению, потому что объяснение непростое, когда человеку говоришь, что в тебе весь мир, все это отражение твоих внутренних состояний, не знаю, твоих желаний. То есть, как обычно, Тура, конечно, не имеет в виду все проблемы нашего мира, которые мы тут сталкиваемся, и все эти прелюбодеяния, которые на протяжении всей истории человечества всегда сопровождали нас. И не было в этом деле никаких, как сказать, возможностей их каким-то образом обогнуть или как-то затушевать. Они просто сопровождали постоянно человечество. Единственное, что, может быть, не было, это только в те периоды, когда древние греки занимались друг другом, мужчины. Ну, и у римлян это было. И у римлян, да. Тогда это был какой-то вот такой период, да, такой сексуальной однонаправленности. А во все остальные времена всегда это все процветало. Это считается, сексуальные желания считаются самыми основными, базовыми в наслаждении. То есть наслаждение сексом – это самое большое наслаждение практически из наслаждения, не из необходимости. Необходимость – это воздух, это питание, это понятно. Это, в первую очередь, неживая, растительная и животные составляющие в человеке. Но из всех наслаждений. А это как бы базисное, необходимое тоже. Необходимое тоже. То без этого человек не может без этого наслаждения. И обязан этим как бы… Нет, об этом даже речи нет. Естественно, человек не может отвергать вообще никакое наслаждение. Потому что мы знаем, что были… Он может только их правильно применять. Что были, я не знаю, в христианстве, везде были такие… Нет, это то, что существуют запреты. Запреты. В христианстве, наоборот, отмена запретов и любое количество жен в мусульманстве и так далее. То все это как правая и левая линия относительно иудаизма, где считается нормальным одна жена и… И запрет на прелюбудеяние. Запрет на прелюбудеяние. Ясно. С этим более-менее понятно. То есть, еще раз я просто… Нет, но во внутренней… То есть, у меня есть жена, грубо говоря, то есть, желание, с которым я работаю, от которого я рожаю. На каждый момент времени у человека есть то желание, которое сейчас надо реализовывать. Оно называется его женской частью составляющей. На эту женскую часть он готовит экран с правильным применением этого желания ради отдачи. То есть, антиэгоистическое. Да, и таким образом использует. Ясно. И получающийся при этом выход, то есть, отдача сама по себе, рождающийся свет в новой системе, называется его потомство. Дети. То есть, без экрана это называется прелюбодействие. Да, это просто антикаблистический поступок. То есть, это действительно в десяти заповедях, без него никак не обойтись. Следующая заповедь – не кради. Да. И это тоже относительно того же желания. Не кради – это значит, когда я делаю намерения, как обычно, ради других, возлюби ближнего и так далее, и по дороге где-то вдруг… Ломаюсь. Ломаюсь. И схватываю себе. Вот это называется кражей. То есть, кража – это то, что происходит без экрана антиэгоистического, да? Кража – это то, что я все вообще должен отдать. Но если я немножко вдруг по дороге умыкаю себе, вот это называется кража. В нашем мире это, конечно же, не так. Не так. То есть, в нашем мире мы все время крадем, получается. Да или нет? Мы абсолютно… Или потому, что в нашем мире нет экрана, нельзя сказать, что мы крадем. Да, но, в общем, про нас вообще не говорится. То есть, мы находимся на такой ступени, ниже всяких уровней морали, этих духовных, что просто… То есть, вы сейчас хотите сказать, что вот эти заповеди не относятся к нашему миру, по большому счету? К человеку, который обычно существует в нашем мире. К человеку, который обычно существует в нашем мире? Нет, конечно. Нет, да? Нет. Но человек взял их в нашем мире… Как законы из этого сделал. Да, начал применять их относительно своего, так сказать, общественного, человеческого, семейного общежития. Можете сказать, что это подготовительный как бы этап был такой? Просто из варварского мира превратился мир в какой-то… Нет, ни в коем случае как подготовительный я это не говорю. Нельзя так говорить. Подгодительность – это значит ступень к духовному. Это уже ступень помогает. Да, а на самом деле мы видим, что никакой ступенью, предваряющей духовной ступенью, они не являются. Но все-таки был какой-то прогресс, когда из варварского мира мир превратился в законный более-менее. Да, но при этом это не значит, что он стал ближе к духовному. Наоборот, он себя начал ощущать как культурным, как особенным, как продвинутым. Демократия и так далее, либерализм и прочее. И все это можно отнести, что почти прелюбодействие такое, да? Нет, прелюбодействие в духовном – это ошибки, которые постоянно случаются. То есть постоянно, если ты не будешь нарушать все эти 10 заповедей по мере того, как ты желаешь их выполнить, ты постоянно будешь скрывать их очередные нарушения. Но эти нарушения будут скрываться, когда тебе будут указывать более точную, более тонкую, более глубокую картину, ты будешь, ведь я здесь действительно не додумал, не допустил, не дотянул. И таким образом раскрытие вот этих погрешностей всех, оно необходимо. Поэтому вся тура говорит только о том, что вот как ошибаются, ошибаются, ошибаются и исправляют параллельно с этим. Без раскрытия ошибок нет исправлений. Следующая заповедь – «Не отзывайся о ближнем своем ложным свидетельством». То есть вдруг вошла какая-то заповедь, какая-то как-то немножко странно звучит перед этими простыми. «Вдруг не отзывайся о ближнем своем ложным свидетельством». Что это такое? Ближним. Ближний, прежде всего. Что это такое? Ближний. Ближний ко мне – это мой, грубо говоря, допустим, товарищ, с которым вместе мы работаем над взаимной отдачей. Я должен относительно него выглядеть абсолютно честным. Ближний – это в той же мере творец. Ближний – это в той же мере учитель. То есть эти три как бы объекта, которые находятся передо мной для формирования моего духовного роста. Ну, понятно, очень. И относительно них я никогда не могу сказать, что они находятся не в совершенном состоянии. Они всегда должны выглядеть в моих глазах совершенными. А несовершенен только я. Почему я так должен вообще себя оппозиционировать? Потому что только в таком случае я увижу, что мне надо еще исправить. А как я сам с собой вот так вот работаю, чтобы это так видеть? Это же все-таки какое-то усилие, насилие. Я не знаю, что… Нет. Если я вижу своих товарищей… Нет. Я абсолютно четко, постепенно, тренировкой, я достигаю такого состояния, когда я вижу всех исправленными, а себя нет. Это чисто психологическая настройка. То есть это, как вы говорите, привычка становится второй натурой. Это и здесь тоже так же? Да, да, естественно. То есть я тренируюсь в этом, тренируюсь, пока это не становится законом. Да, что все, что я вижу вокруг себя отрицательного, это отрицательное во мне. А все вокруг меня – это мир бесконечного совершенства. Это даже мы сейчас раскрываем дальше товарища, дальше учителя. Мы идем вообще, вы сказали, сейчас о мире. И вообще во весь мир. Да. Ну, упражнения идут как всегда… И поэтому ничего не надо исправлять, кроме себя. Ну, упражнения, как всегда, идут от легкого к трудному, как бы от близкого товарища, с которым я, да, учителя. И дальше я раскрываюсь на мир. Нельзя же сразу миром заниматься. На мир – это совершенно другая сложная система. С ней очень трудно работать. Это только вот после того, как человек проделывает в материи вот эти состояния, проходит относительно товарища, своего учителя и творца, только после этого он может уже работать с миром. Там уже посложнее отношения. Но все равно, в принципе, они должны быть такими. Только, естественно, кроме одного. Если встает кто-то для того, чтобы тебя убить, то есть он полностью отрезает тебе возможность к исправлению, в том случае ты должен убить его первым. Первым даже, да? Да, это заповедь. Когда пришли убить тебя. То есть это за законы. Тут законы простые. У тебя нет времени думать, это хорошо, это плохо, надо, не надо. Если на меня кто-то встает убить, я его должен убивать. Кто-то встает на меня войной, я должен выходить на него войной. И делать все, чтобы его нейтрализовать, убить и так далее. Существуют очень четкие правила. А почему это существует? Это в принципе нарушение того упражнения. Нет, потому что в таком случае убийство является его исправлением. Даже того, который убивает. И то, что я убиваю, это является исправлением во мне. Это очень сложно, убить человека, когда ты так к нему относишься. Когда ты сначала так к нему относишься, а сейчас его должен убить. Да. Ну, конечно, это почти невозможно. Очень невозможно. Вот. Жить вот так, оправдывая и вдруг. Поэтому я говорю, что это непростое вообще действие. Непростое. Это действительно действие исправления огромного внутреннего надлома, психологического, такого трагического момента. Ты в принципе для того, чтобы убить его, должен духовно убить себя. И тогда... То есть это... Проблема очень серьезная. Это обоюдное исправление. Потому что человека, каждого, ты начинаешь воспринимать как свою копию. И поэтому получается, что ты вроде бы убиваешь себя. Это вообще очень красиво. Да. Но это... Я не знаю... Не знаю, можно ли это объяснить вот так вот, знаете. Нет, это надо переживать. Постепенно, постепенно. Переживать? Переживать это все. Постепенно на движении вперед. Как мы говорили, на товарищах, на учителя, на творца. И после этого только подходишь к такому состоянию. Следующая запись называется... Говорится так. Не желай дома ближнего своего. И далее. И дома, и скотины там, и все. Ну, дальше. Да. Не желай жены ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его, и ничего, что у ближнего твоего. Да. То есть, сначала перечисляются какие-то вещи, а потом и ничего вообще. Да, и ничего, что у ближнего друга. То есть, здесь включаются основные желания, которые есть в человеке, которые можно перечислить. Дом – это как бы первое желание. Ну, да, это идет снаружи внутрь. А, точно. Дом, жена, раба, рабыня, быка, сослание. Да, то есть, постепенно, по мере того, как это соединяется в нем, от внешних килим, инструментов его, и до внутренних желаний. Что значит «не желай»? «Не желай», то есть, ты должен всеми этими желаниями работать на отдачу. Да. То есть, «не желай» имеется в виду «не забирай себе». Да, да, не ради себя. Не ради себя. Да. Если до этого момента все говорилось о том, что у тебя, и как ты должен с этим действовать, а теперь, что у другого, и чем ты не можешь воспользоваться. То есть, воспользоваться имеется в виду «желать». Это не просто «не желай», то есть, «не забирай», это даже «не желай», на самом деле. Это даже вот, чтобы тени не было… Зависти. Вот малейший. Вот я увидел у тебя ручка. Если я посмотрел и увидел твою ручку, вот это уже все. Это вообще невозможно. А, невозможно. Это очень тяжело. Ты ловишь себя каждый раз на миллиарды мыслей. Когда ты начинаешь понимать, что если ты будешь относиться к человеку не так, то ты его не будешь видеть. То есть? Ты видишь в человеке только чуть-чуть хорошее, чуть-чуть плохое, чуть-чуть зависть к нему, чуть-чуть какая-то ложь, чуть-чуть какое-то такое состояние. Ты не можешь видеть его. Ты всегда видишь его относительно себя. Или лучше, или хуже. Или так, или сяк. Никакое свойство. Ты не можешь тогда увидеть в нем, ты не увидишь его образа. Если ты не будешь видеть его из чувства зависти, ревности, чего-то вот такого вот, он не будет вырисовываться перед тобой никак. Потому что наша подложка, наша, ну вот как в камере есть светочувствительная, ну как называется это, за объективом стоит, который воспринимает свет. Ну светочувствительная такая пластинка, которая воспринимает изображение, трансформирует его уже в электрические сигналы, передает на пульт. Да? Так вот, вот эта подложка, она у нас воспринимает только все относительно нас. Насколько мне это кажется, лучше, хуже, так, сяк. И так вырисовываюсь я относительно вас? Да. Если я это убираю относительно себя, то я тебя не вижу. Я тебя не вижу, ты исчезаешь с моих глаз. То есть если нет таких отскоков, шарика, да, как бы, этому завидую, это лучше, это хуже. Ты можешь только так на меня действовать. Очень интересно. Снова сегодня какие-то открытия у меня происходят. Ну не знаю. Если этого нет, то я не вижу человека, да? Да. Что же тогда происходит? В принципе, мира нет. Тогда. Да. И перед тобой возникает абсолютно пустота. То есть исправленное состояние, когда во мне нет зависти, это исправленное состояние, когда во мне нет зависти, нет всех этих состояний относительно другого человека и человечества, я получаю вдруг, что никого нет. Они исчезают. Они исчезают. И тогда мне надо найти новое совершенно свойство, на котором я могу их или вообще что-то видеть. А что тогда существует? Что остается. То есть если мой эгоизм аннулируется, аннулируется вся картина мира. Мира нет. Да, получается так. Так. И теперь, а есть вообще что-то или нет? Нет ничего, кроме свойства отдачи. А как же мне это свойство отдачи уловить? Вот сейчас я начинаю трансформировать себя под это свойство отдачи. И в той мере, в которой я ему не соответствую, не соответствую, я начинаю его ощущать. И обратно этому. В той мере, в которой я ему соответствую, я начинаю его ощущать. Потому что контраст возникает. И тогда получается, та часть мира, где я не соответствую свойству отдачи, это пока еще я. Та часть мира, в которой я соответствую свойству отдачи, это Творец. И возникает я и Творец. И все? Очень интересно. То есть если свойство отдачи стоит передо мной, грубо говоря, да, мы говорим человеку, то есть если свойство отдачи стоит передо мной, и я с ним работаю, это означает, что я как бы работаю с Творцом, получается. Конечно. Кроме вас никого другого нет. То есть я должен дойти до этого состояния, что работаю со свойством отдачи. А когда ты достигнешь полного исправления, постепенно-постепенно ты, в общем-то, вроде бы, как исчезаешь, остается только твое ощущение существования одного единственного Творца. Но твое ощущение остается. Поэтому и нет никого, кроме него. К этому ты доходишь. Причем, это раньше я не слышал, или это сегодня вы так объясняете? Я хочу понять. Сейчас у меня как бы одно открытие идет за другим. Открытие в том, как можно объяснить это. Вдруг мне становится более-менее понятным, как это можно объяснить. Ну, я думаю, что пришло такое время. Мы входим в такие новые состояния человечества, когда просто есть необходимость, и есть возможность, и есть разрешение. Немножко больше объяснять. Это можно объяснить. Это очень сложные вещи. Это можно объяснить. Знаешь, как в старом еврейском анекдоте. А кому это надо? А кому это надо? Нет, вот это можно объяснить. Здесь есть и любознательность, здесь есть и сопереживание, здесь все элементы есть. Чтобы человек это смог. Это вдруг. У меня было ощущение, что так, пока это объясним, вдруг сейчас. Или это у меня вот такие проблемы. Ты понимаешь. Понятно, что можно объяснить, и что это чувственно очень. Ну, может быть, это поможет. Потому что мы находимся в очень серьезных таких переходах к изменению мира. У меня даже здесь сейчас заиграло, честно. Просто вдруг, знаете, как падает эта монетка. Дальше написано вот что. Будем надеяться, что мы сможем многое рассказать. Не из того, что мир приближается к каким-то критическим плохим состояниям, а к хорошим. Поэтому я особенно этому не радуюсь пока. Потому что можно объяснить? Или да? Потому что не приближается пока к хорошим состояниям. Если человек, допустим, его интересует какая-то проблема, допустим, любит читать медицину, открывает книжки, изучает и постигает, допустим, какие-то там болезни и все прочие дела. Или к нему приходит врач и рассказывает ему о его серьезной болезни. То есть или он узнает это от врача и о себе, или узнает это из того, что двигается вперед. Ну, это земля и небо. Если к нему приходят и говорят, что все, дорогой мой. И тебе осталось жить, как, знаете, обычно в кино. Да, и тут уже ничего не сделаешь, поэтому мы тебе говорим открыто. Так что мы находимся пока в таком вот сомнительном состоянии. То есть и может быть такой приход, да? Не настолько, но... Завершай свое дело. Ну, у меня очень серьезные надежды на хороший расклад в этом пассиансе. Но, в общем, я пока раскрываю это из чувства, что надо спасать, а не из чувства восторга, что есть рассказать. По необходимости. Вот осталось три минуты, мы не будем продолжать пока дальше. Просто я спрошу, недавно на утреннем уроке вы сказали, что вы вдруг раз так и немножко поменяли тему. Вы сказали, на самом деле вы сказали, что и достаточно еды, и достаточно экология восстановится, и все будет нормально. До этого мы говорили, вы говорили, смотрите, что делается с экологией. Вы сказали, все это восстановится, это восстановится, это восстановится. И будет много еды, но все равно будет полчаса голодать, потому что нет этой связи. Это сегодняшнее состояние? То есть все, что уничтожается человечеством, его эгоизмом это восполнимо я имею в виду на этих всех уровнях а вот эта часть что остается, все равно полчеловечесства которое голодает в тот момент потому что вторая половина выбрасывает два раза больше вместо того, чтобы отдать этой половине голодающей и ничего сделать не может Никто не может из них ничего сделать и ничего они делать не могут такое состояние между всеми людьми Что они поделиться не могут. Даже если бы у него это было в голове, все равно это... Нет, мне нету в голове. То есть вот стоит рядом мусорный ящик, и рядом сидит голодающий человек. И он выбрасывает это в мусорный ящик. Почему? У него в голове нет такого, чтобы отдать кому-то, чтобы позаботиться о ком-то. Это естественно. И никакие организации не помогут. И что надо, чтобы это вошло в голову? Это интегральное воспитание. Это только воспитание. Да. А это процесс? Это процесс. Не длительно, кстати говоря. Но это процесс, которым надо охватить практически все человечество. Так вот, чтобы привлечь каким-то образом их к этому, может быть, поэтому я уж рискую и немножко больше говорю. Вообще нельзя. Ну, мы заканчиваем нашу передачу сегодняшнюю. Спасибо вам большое. У нас осталось совсем немного этой главы и ТРО. И мы пройдем это в следующей нашей передаче. Будьте с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok